Здравствуйте! В эфире передача «Глас народа». Гражданский брак, то есть совместное проживание мужчины и женщины без штампа в паспорте. Об этом мы сегодня решили поговорить с архангелогородцами и гостями нашего города. Итак, вопрос дня. Как вы относитесь к гражданскому браку? Положительно отношусь к гражданскому браку. Я за. И считаю, что это очень здорово. И пусть люди будут вместе, если им нравится. И он ничем не хуже брака со штампом в паспорте. Это нормально, когда люди живут в гражданском браке. Но все-таки, если ты понимаешь, что человек действительно тот, которого ты любишь и хочешь с ним быть, то стоит отношения узаконить. Вы знаете, а я считаю, что, ну, лично мое мнение, что гражданский брак – это что-то негативное. Я считаю, что все-таки узаконенные отношения, они всегда лучше, чем формальные. Я не очень хорошо, но и неплохо отношусь к гражданскому браку. В принципе, я готова это воспринимать, но я считаю, что все-таки лучше, наверное, регистрировать свои отношения. Я со своим мужем прожила в гражданском браке 10 лет, около 10 лет. Потом мы зарегистрировали отношения. Ну, по крайней мере, со мной ничего не изменилось. Ну, мне как бы такая ситуация не очень нравится, поэтому я считаю, должен быть законный брак. И совместное проживание должно быть в любви и согласии. А тут, получается, просто как бы интимные услуги друг другу и все. Больше ничего. Ну, если просто пожить вот так, посмотреть отношения друг к другу, чувства проверить какие-то, если есть какая-то неуверенность. А если что-то уже приобретать совместно, то уже лучше через законный брак. Я против, так как считаю, гражданский брак для тех, кто не хочет брать на себя ответственность. Впереди дети или уже существуют в семьях дети. Им нужна поддержка, воспитание и также, конечно же, деньги. А это должен быть официальный брак. Не нравится мне, потому что это все-таки какая-то безответственность. Здесь просвечивает безответственность с двух сторон.